здравствуйте коллеги с вами исаков роман компания admiral markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня мы обсудим то падение который произошел на вчера что на него повлияло ну и собственно что ждать дальше ну а прежде мы начнем не забудьте поставить лайк этому видео если оно вам нравится ну а ваши вопросы оставляйте в комментариях и так вчера мы увидели довольно таки большую для одного дня распродажу вы видели падение как по ключевым американским индексом в первую очередь так и по европейским например даx упал достаточно сильно в область поддержки но об этом чуть дальше посмотрим уже непосредственно графиках а что же этому предшествовал этому собственно предшествовало заявление госпожи елен а по поводу того что она вызывает высказывает свои опасения относительно низких ставок и предполагает что ближайшее время ставки должны быть по повышенной для того чтобы как раз нормализировать ситуацию в экономике да и свернуть с те стимулирующие меры которые сейчас есть конечно не она одна отвечает за этот вопрос да на прошлой неделе мы видели выступление паула где фактически он заявил что все пока остается на прежнем уровне никаких изменений поставкам не планируется но собственно фрс действует в том же самом ключе который было но заявление елен несколько повысило опасения участников рынка но и собственно мы поэтому видели данную распродажу а что немаловажно индекс викс да то есть так называемый индекс страха который падал фактически последние ну весь год да мы видели вот это падение которое было по этому индексу и мы достигли область минимальных значений которые мы достаточно давно не видели ну уже достаточно много лет это область там 15 и фактически за вчера мы вновь начали подрастать да то есть это говорит о некотором опасении опять же участников ну и собственно кто-то выходит из акций и данную коррекцию мы собственно рынке видели но опять же здесь пока не идет речь о какой-то глубокой коррекции да то есть если акции просели да просел индекс то это вот как раз интересная возможность для того чтобы заходить по поле интересной цене да в те инструменты которые сейчас торгуются на рынке и вот это распродажа как раз этому может и поспособствовать теперь давайте посмотрим что происходит у нас на графиках а лично для меня здесь ситуация выглядит таким достаточно большим боковиком ну если мы говорим о валютных парах евро доллар до достигнув отметки 1 2160 начинает сейчас корректироваться и вполне вероятно что мы можем обратно прийти в область 118 117 но опять же свою очередь и тренд восходящий вновь может возобновиться поэтому здесь сейчас такой переходный период да мы весь год до марта включительно падали и затем начали подрастать и собственно сейчас вполне вероятно что может сформироваться как раз новое восходящее движение поэтому здесь я жду для себя остановки вот этого падения дату заходить на шорт пока здесь я не буду а в зависимости от того где она становится там область 119 118 уже буду принимать решение по входе в позицию то есть пока здесь остаюсь вне рынка а по британской валюте а также здесь мы видим боковик да то есть верхняя граница это 140 а нижняя граница находится в области 136 50 ну и вот собственно в этом боковике мы сейчас и движемся если брать во внимание что тренд нас восходящий то конечно будет более интересно покупать на коррекции то есть не сейчас сейчас находится в середине канала поэтому сделки как на покупку так и на продажу здесь равнозначно являются вероятность движения как вверх так и вниз она примерно равнозначно здесь я такие позиции не торгую поэтому здесь по британской валюте тоже пока меня предпочитаю отсидеться да и посмотреть как рынок будет двигаться дальше если скорректируемся на 136 то вот там будет более интересно зайти как раз на покупки а по паре американский доллар канадский доллар здесь мы увидели новый минимум а по данной валютной паре то есть но фактически настроен все еще продолжается а нисходящий до от отметки 146 мы упали до уровня 123 собственно здесь сейчас торгуемся а и здесь я открыл контр трендовая сделку как раз на отбою данного уровня от тех минимальных значений которые нам показал рынок и сейчас нахожусь здесь в покупках но открыл только частью объема собственно вчера был сигнал на то что рынок делать попытки начать двигаться вверх собственно до этого мы подобной ситуации не видели там несколько недель но вот первые попытки красно локальных менюх они здесь произошли поэтому здесь я для себя позицию на покупку открыл да но опять же частью объема то есть так как сделка контр трендовая риск я здесь взял полпроцента соответственно здесь ожидаю для себя движение выше отметки 123 50 а в целом вполне вероятно что можем опять вернуться в область 1.25 и 1.26 то есть там я вижу как целевые уровни ну такие среднесрочные конечно цена может остановиться и быстрее ну тогда я буду выходить уже сделки по ситуации пара американский доллар японская иена но ее легко глихаранит очень сильно а фактически весь апрель да мы видели падение затем мы с последней части апреля начался рост но каких-то интересных уровень для того чтобы зайти здесь ну по крайней мере у меня не снизу не случилось да вот именно сделок были неплохие уровни в конце как раз апреля здесь я тоже пробовал заходить в последних числах уже непосредственно апреля но цена двинулась еще дальше поэтому здесь из позиции на шорт который открывал здесь я тоже пока вышел поэтому здесь тоже остаюсь наблюдателем поэтому вот мы опять же вот в середине канала и равнозначно можем двигаться как вверх так и вниз поэтому здесь пока ситуация для меня не очевидно непонятно и и и отрагивать пока не буду а по австралийцу в целом у нас здесь тоже сохраняется боковик в целом мы видим движение в нижней границе эта область семьдесят пять семьдесят шесть да где мы были последние пару месяцев верхняя граница это как раз где мы были в конце апреля семьдесят восемьдесят пятьдесят и опять мы находимся в середине канала то есть тренд он не явно выражен сейчас поэтому здесь тоже нужно быть аккуратным если мы опустимся на семьдесят пять пятьдесят то туда я буду пробовать покупать если будет еще один рывок на семьдесят восемь-пятнадцать то туда буду пробовать продавать ну вот идея здесь собственно такая а по новозеландцу картина на плюс-минус похоже стоишь разница что а у нас было обновление минимальное значение которое мы видели как раз в марте и феврале но в целом опять же здесь просматривается боковик поэтому здесь тоже нужно действовать аккуратно а золото золото в целом последние пару месяцев пытается восстановиться возможно ожидая как раз коррекцию на фонном рынке а возможно отыгрывает то падение которое было как раз до уровня 1666 долларов за тройскую унцу и меня здесь я тоже пробовал для себя открывать и покупки но не сработала та сделка в целом пока здесь тренд сохраняется восходящий но опять же с текущих уровней потекусь на текущий день здесь для меня ситуация по золоту не очевидно поэтому его я тоже пропускаю просто остаюсь дальше наблюдать а вот что интересно это дакс мы видели а довольно таки серьезную коррекцию то есть если посмотреть то от максимум в середине прошлого месяца мы упали на примеры четыре с половиной процента довольно таки неплохое падение находимся в области поддержки и а если здесь формируется сигнал как раз на вход на продолжение роста то в эту позицию я бы как раз в зашел да вот здесь как раз по даку я буду эту неделю следите возможно здесь как раз появится неинтересная позиция для входа поэтому вот этот инструмент вместе с парой американский доллар канадский доллар вот мне кажется интересными на эту неделю snp я падение было но его довольно таки быстро откупили давайте посмотрим часовой таймфрейм то есть вот мы падали на американской сессии затем практически и и очень быстро откупили то есть крайне высокая волатильность была по валютной паре будем смотреть что сегодня произойдет если уйдем выше отметки 4192 то фактически не можем считать что вот это падение она уже отыграна и рынок может продолжить дальше двигаться если не сможем закрепиться выше данного уровня то вероятно что движение в область 4100 4050 здесь мы еще можем увидеть поэтому здесь тоже пока опять же в тягу ситуацию то есть и продавать и покупать равнозначно опасно да в данный момент поэтому здесь тоже продолжаю следить а вот не по марке бренд вчера неплохо подросла да и принципе все последние прошлую неделю конец прошлой недели и начала этой недели неплохо подрастает но опять же сидеться область сопротивления это 7160 вот вопрос как это этот актив будет вести себя вблизи этих уровней но вот за этим как раз и продолжим наблюдать также на прошлой неделе я открыл для себя несколько дополнительных позиций по своему инвестиционному счету то есть собственно началась начался новый месяц я докупил акции либо бады купил тсмс и и также купил акции компании бьет мид но вы кстати более подробно об этом мы поговорили вчера на подкасте два трейдера ну и также обсудили уже ситуацию по текущему сезону отчетов поэтому переходите по ссылке в описании слушайте и а там мы максимально подробно с моим коллегой фуадом это разобрали но на сегодня это все не забудь поставить лайк видео если оно вам понравилось вопросы оставляйте в комментариях но мы с вами увидимся в пятницу и посмотрим как закрывается текущая торговая неделя всем спасибо за внимание и до свидания